В стране изношены две трети сетей электроснабжения и 57% тепловых коммуникаций. Искусственное сдерживание тарифов может привести к отключениям, авариям и, как следствие, угрозе жизни людей. Потому ввели новый принцип – тариф в обмен на инвестиции. Энергетики региона выступили со своими предложениями. ООСЕВКОЗЭНЕРГИ подало заявку на увеличение своего тарифа на производство тепловой энергии. Не прошу не путать с отпускным для населения на производство тепловой энергии на 2023-2025 год. Хочу обратить внимание, что основная тарифная смета изменена 25 ноября 2022 года, утверждена в декабре 2020 года. Она остается в статистике неизменной, кроме трех, по которым мы подали заявку на увеличение. Изменения обусловлены увеличением инвестиционной программы. Она включает в себя реконструкцию первой турбины, 9 и 11 котлов, модернизацию котла номер 2 и другие мероприятия, которые позволят снизить износ основного оборудования и повысить качество теплоснабжения. Вторая статья – это увеличение заработной платы наших сотрудников. Сегодня, значит, в утвержденной тарифной смете заработная плата составляет 158 278 тенге на 2023 год, на 2024 – 164 тысячи и на 2025 – 169 тысяч тенге, при том, что средняя заработная плата по итогам 2022 года по виду экономической деятельности снабжения электроэнергии, газом, паром, горячей водой и кондиционерным воздухом составляет 199 209 тенге. А этот показатель формирует среднестатистическую заработную плату в нашей области, отметил Олег Перфилов. Еще один фактор – рост стоимости топлива. Также спикер поделился планами и сообщил, что сомневаться в следующем отопительном сезоне горожанам не нужно. Он пройдет не хуже прошедшего. Заявку на повышение тарифа направило и руководство Товарищества Петропавловские тепловые сети. В прошлом месяце там внесли изменения в действующую инвестпрограмму на 2023 год. Был увеличен объем финансированных мероприятий инвестиционной программы 2023 года на 42 миллиона тенге с 844 миллионов до 886 миллионов тенге без НДС. Дополнительные средства инвестиционной программы необходимы на выполнение капитального ремонта насосной станции 1, приводящих к ее стоимости. Второй статьей по повышению изменения тарифной сметы является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе. А это, возможно, позволит остановить отток кадров, отметил докладчик. С учетом всех затрат на 2023 год предлагаемый тариф составит 3085 тенге, что на 205 тенге выше утвержденного. Также заявками обратилось руководство Севказэнергосбыта и Севроказахстанской РЭК. Пока все изменения находятся на рассмотрении в областном департаменте комитета по регулированию естественных монополий. Агирим Хамзина, МТРК.